Всех приветствую, друзья, на этом канале. Это Булат. Курс доллара сегодня 93 рубля, курс евро 100 рублей. Сегодня ненамного укрепляется рубль. Давайте разбираться, что у нас с рублем творится. Есть небольшая дивергенция на слабость дальнейшего роста с одной стороны. С другой стороны у нас рублебочка сейчас также падает. И об этом всем будем разбираться, поэтому обязательно подписывайтесь на текущий YouTube канал, подписывайтесь на Telegram канал, который будет по ссылке в описании. Здесь я также рассказываю различные свои мнения и делюсь своим мнением в основном. Итак, доллары тоже бывают разные для покупки. Кто хотел купить, тот купил. Кто не хотел покупать, у того еще будет возможность. Впрочем, синие купюры, о которых часто говорят, что их нет, там и так далее, тоже бывают различные. То есть они бывают различного года. То есть вот если мы здесь видим на картинке, то они бывают того же 2017 года выпуска. Здесь, например, на картинке 2009 года выпуска, здесь это можно увидеть. Впрочем, там они различаются, эти синие купюры практически незаметно. То есть поэтому я, наверное, идеалист. То есть мне нравится, то есть все как бы самое последнее. И нравится 2017 года, если не ошибаюсь, это самый последний выпуск, который есть. Если я ошибаюсь, напишите в комментариях. Иногда попадаются 2013 года. То есть вот если, как выразить на картинке, 2009 года с синим выпуском. Хотя в банке, конечно, говорят, да берите все, 2006 года берите. Никаких проблем с этим нет. Мы их берем, но я с ними согласен. Никаких проблем сейчас нет. Но я не уверен, что будет через год. Не уверен, что будет через два года. Например, у меня сейчас нет туристической визы в США. И, например, будет ли у меня через год эту туристическую визу в США. Будет ли через два года у меня, чтобы сдать эти все купюры, которые, например, ни одна страна не будет принимать. Я в этом, конечно же, не уверен. То есть поэтому, да, согласен с комментариями. То, что, например, все купюры, даже в 100-летней давности принимаются в США. Но до США еще доехать надо в любом случае. Поэтому 2006 года, вот как на картинке, вот эти белые купюры зеленые, меня, конечно же, не устраивают. Конечно, в комментариях очень много возражений появляется. Типа, да их вообще нет никаких купюр синих. Там, неважно, это какой серии. Но на самом деле они есть. И даже в комментариях мне подсказки дали по банкам. То есть многие подсказки пишут. То есть читайте комментарии. То есть каких банках продаются и так далее. То есть все это пишется в комментариях. Я как говорю, лучше смотреть в региональных банках, а также смотреть еще по РБК Кэш, если вы в Москве находитесь. Есть, конечно, да, не скрою проблемы с синими купюрами вот этими. То, что не дают, например, на несколько сот тысяч или на несколько миллионов рублей. Если вы захотите закупиться синими купюрами, тогда нет. Если там дело касается, например, несколько тысяч долларов, то вопросов нет. Дают синими купюры. Когда же дело касается нескольких сот тысяч рублей или выше миллиона, то уже начинаются, естественно, проблемы. И даже до заказа, возможно, дело и не обойдется. Что же по поводу доходов россиян? Как оказалось, реальные располагаемые доходы россиян без учета налогов с поправкой на инфляцию в 4 квартале 2023 года увеличились аж на 8%. А это максимум с октября-декабря 2009 года, когда показатель был 9%. И такие данные приводит счетная палата в своем докладе о бюджете за прошлый год. В номинальном же выражении среднедушевые поступления достигли 50 тысяч рублей. И причины в опережающем росте зарплат на фоне дефицита кадров, бюджетных ливаний и высокой предпринимательской активности, как сообщается. Опять же, мы видим подрисовывание статистики. Все эти схемы, махинации идут с Советского Союза. То есть, там очень было много приписок. И здесь же вот эти органы, типа как счетная палата, владеют этими схемами на данный момент. Если же пересчитать в зарплату в долларах, то получится там не то, что рост на 8%, а получится полнейший обвал на самом деле. И так считать гораздо грамотнее. Ведь потому что на эту же зарплату люди хоть и покупают то, что там считаются в рублях. Там огурцы, бананы, хотя бананы тоже в долларах. И хлеб, и другое. Другие-то важные товары, они идут в долларах. Там те же, как я говорю, бананы и товары различные, машины и стройматериалы даже. То есть, идут они в долларах. Поэтому тут зарплата, скорее всего, полностью обвалилась. То есть, если посмотреть, потому что мы же уже падаем, на самом деле, по России. Там уже африканские страны, по-моему, на уровень африканских стран идут. Потому что там уже исчисление идет несколько сот евро или долларов. В то время, как в нормальных странах, это получается около нескольких тысяч долларов, нескольких тысяч евро получается. Поэтому постоянно вот так вот приписывать о том, что вот тут выросла утипути за какое-то время на 8%. А вот тут выросла утипути за 3%. Это всего лишь, я считаю, просто приписки какие-то. Инфляция может оказаться там 40% в 35%, а выросла на 8% зарплата. Ну, можем, например, порадоваться этому прорыву. Тут получается так то, что вот с самых хаев 94,5 рубль укрепился на 0,5%. И в то же время с самых хаев нефть также упала примерно на более чем 5,7%. И из-за этого мы получаем такое, то что рублебочка тоже с самых хаев упала больше, чем на 6%. То есть все это складывается, курс доллара с рублебочкой. И получается то, что рост рублебочки остановился. Вот этот импульс, который шел. Поэтому мы видим сейчас 8 160. Конечно, расчет идет по бренду, скорее всего, поэтому не совсем верный расчет. Но в любом случае видим ситуацию, что тренд здесь остановился по рублебочке. И поэтому это вредно, в принципе, для бюджета. То, что и нефть откатилась, и рубль откатился. Впрочем, и поэтому получаем то, что двойной удар, так скажем, по рублебочке. Поэтому сильного укрепления я тут на самом деле не жду. Хотя здесь есть, конечно же, небольшая дивергенция, так скажем. И здесь мы видим ее, и здесь, соответственно. То есть есть небольшая дивергенция на рост дальнейший. Но и такая же дивергенция была и в прошлом месяце. Что, впрочем, не помешало сделать новый импульс. Поэтому и тут не помешает возможность сделать новый импульс. Поэтому будем смотреть далее. То есть некоторые банки, как я говорю, снизили уже до 95 курс продажи наличного доллара. И как я в прошлых роликах еще сравнивал, что выгоднее, например, купить наличный доллар со спредом 1,5%. Или, например, послать золотой короной, или еще какими-то средствами. Или еще там вариантами обналичить с картой даже казахстанской, или киргизской, или узбекской, или там с турецкой, допустим. Как казалось, даже у российских банков купить наличный доллар гораздо выгоднее. Со спредом 1,5% вы теряете 1,5%. Плюс если ездите с этими долларами куда-то в страну, вы потеряете еще на обмене. И что получается не так уж, то есть более-менее нормально по сравнению там со спредами у различных обменников, например. Из смешных новостей из-за рубежа, вот, например, в Испании появились курсы по захвату свободного жилья у иностранцев. И это на них учат, как выбрать квартиру, включить электричество и не дать себя выгнать. То есть три этапа. То есть получается, выбираем квартиру. Второе, включаем электричество, чтобы пользоваться этой квартирой. Так как, скорее всего, те, кто уехали с этой квартиры, отключили все коммунальные услуги и не дать себя выгнать. Это что, интересно, нужно сделать? Подкачаться или что они там, интересно, предлагают сделать? Или заселить там 10 афроамериканцев с собой? В стране, сообщается, резко сократил строительство нового жилья из-за таких захватов. Впрочем, для Европы это нормальное понятие, что можно заселиться так и жить. Конечно, для России это полная дикость. Но дикость дикостью, просто, возможно, еще в России не использованы были такие дикие схемы. То есть пойдут ли те же самые участковые выселять с квартиры, где заселились? Ну, возможно, да, пойдут, чтобы сделать лишнюю. Там, например, ничего делать не нужно, просто зашел, оформил и все. С одной стороны, с другой стороны, сколько и таких случаев так же было и, возможно, было так же скрыто. Также меня просили прокомментировать ситуацию с акцией Тинькоффа. Я говорил, они снижаются. Да, видите, они действительно снижаются, хотя написано, что они снижаются. Так вот, пишется то, что Тинькофф получит розничный бизнес Росбанка до конца 2024 года. И планируется, естественно, объединение. Из-за этого многие, я думаю, продают акции сейчас в преддверии такого большого негатива. Сейчас расскажу, какого негатива. И из-за этого акции проседают в цене, потому что, я думаю, они продолжили бы свой рост. То есть, они пока ходят в таком боковике, возможно, и так и продолжат ходить в таком боковике. Самая большая опасность, которая сейчас назревает, это доп. эмиссия. Если там брать просто миллионы акций, которые собираются дополнительно эмиссировать, это просто кидало очередное, если честно. Потому что пришел вот этот Владимир Потанин, акция вроде была хорошая, она росла хороша и даже выросла бы еще несколько раз, например, от текущих уровней. Но вот эта доп. эмиссия, я думаю, не то, чтобы задержат, а выиграть от такого, то есть, смогут те, которые смогут удержать эту акцию, возможно, даже не один год. Потому что они объявят от доп. эмиссии уже скоро, в мае, и вот тогда поглядим. То есть, во-первых, сейчас вот акция снижается из-за тех, кто знает, что это случится и продавливает эту акцию, сейчас продают. Во-вторых, после резюмилиации, акция, соответственно, люди получили эту акцию, начали распродавать, у кого она была заблокирована. Ну и в-третьих, когда случится вот этот негатив, объявят, она, возможно, даже еще больше просядет, а вот в последующем отрастет, но нужно будет ждать. Нужно будет ждать, потому что нужно будет ждать, пока она накопит прибыли свои, накопит все показатели, и на этом может пройти не один год. Сейчас у нас ситуация разворачивается, прям каждый день что-то новое случается, поэтому ждать год в таких условиях, возможно, придется очень и очень долго. То есть, как-то так, пока предпосылок на рост я не вижу. Если мы откроем показатели, то здесь, да, еще более-менее нормальный 7,5, но, как я говорю, вот эти миллионы акций, посмотрим, как это отразится. Возможно, вот эта циферка 7,5 перерастет в десятку всю, или в девятку, или в двенадцать, из-за того, что у нас произойдет новый выпуск акций. Поэтому как-то так, очень и очень опасно это может быть для текущих акционеров, поэтому, как я говорю, многие скидывают. То есть, ждать придется, возможно, долго, пока вот люди поймут, то, что акция недооцененная, и она, например, накопит прибыли. Но, а как она будет накапливать прибыль вместе с Росбанком, это тоже еще нужно все понять, как она будет. То есть, если бы она работала, как работала, то еще нормально, например, и она бы росла, а здесь еще, получается, прибавляется Росбанк. Вот как-то так. Интересно, оказывается, квадратный метр жилья некоторые считают в борще. То есть, например, один квадратный метр жилья в Москве за два года подорожал до 473 борщей, получается. Такое сравнение провели из жилфонда. По их подсчетам, стоимость продуктового набора для борща с весны 2022 года вырос на 17% до 708 рублей, а средняя цена квадратного метра на вторичном рынке столицы на 26% до 328 тысяч рублей. Опять же, они сравнивают практически все, что в России, потому что, получается, в борще очень много овощей, получается, много, например, производится. В России, возможно, хотя и на иностранном оборудовании цена может оставаться там плюс-минус такой же или расти ненамного, как тут говорится, на 17%. А вот в долларах там может получиться обвал, то есть, получается, не то, чтобы даже именно конкретно в долларах, а вот на протяжении лет, если мы будем рассматривать цену квартиры в Москве, она там может и серьезно просить, получается, доллара. То есть, тут, получается, опять же, заигрывание. То есть, в начале ролика рассмотрели то, что в СССР было много приписок, разные статистики, увеличивали, то есть, показатели там что-то отмерло, его не учли или еще что-то, грубо говоря. И здесь получается то же самое, то есть, пытаются сравнить что-то с чем-то, грубо говоря, чтобы показать то, что рост идет постоянно, не волнуйтесь, рост идет. А вот когда речь проходит про доллар, там, я говорю, уже значительно плохая ситуация может быть. А вот то, что считается в долларах, там, автомобили и прочее, опять же, можем увидеть ситуацию в том, что там все растет гораздо-гораздо быстрее. Также вышла информация о том, что Центробанк планирует запустить в этом году видеоидентификацию клиентов в банках. Я думаю, это не очень-таки и нормальное явление будет, потому что, во-первых, вряд ли у Центробанка есть столько мощностей, чтобы противодействовать мошенникам. То есть, сейчас уже начали воровать голоса у людей, и с помощью этих голосов уже воруют данные, получается. То есть, здесь, получается, еще подключится видеоидентификация. То есть, если еще начнут названить мошенники, получается, по WhatsApp, что ли, то есть, начнут брать у них данные, а потом генерировать это в нейросети в какую-либо. То есть, ну, посмотрим. То есть, может и оказаться так, то, что, например, сейчас названивают мошенники из разных левых номеров, а по следующим начнут названить WhatsApp на видео, чтобы видео идентифицировать. Но посмотрим, потому что, хватит ли мощностей у Банка России, я в этом, конечно же, пока что сомневаюсь. Кто еще не подписан на мой Телеграм-канал, подписывайтесь, также подписывайтесь на YouTube-канал. Всем спасибо, ставьте лайки, удачных вам сделок на рынке.